здравствуйте сегодня 4 декабря 2016 года сегодня был у нас легкий заморозок я давно хотел снять видео о нашей природе как бы месте в котором я живу я живу в горах конкретно мой дом находится 384 метра над уровнем моря это как бы вот одна сторона города недалеко от моего дома метров 500 сейчас я покажу вам пасеку учебную которая принадлежит обществу пчеловодов где проходит летом заседания и практические занятия для начинающих пчеловодов где стоят как сказать пробные пчелосемьи или как назвать на тех которых обучает людей также желающие люди могут выставить тут свои нуклеусы там есть помещение для откачки меда плюс все оборудование необходимое для этого воскотопка есть которую могут члены общества брать бесплатно для того чтобы перетопить свой воск так как воскотопка принципе дорогого удовольствия там 500 евро возьмем средняя цена и принципе ее можно не покупать потому что ее можно взять в обществе пчеловодов в этом году тут раб все был я стоял около вот того сарайчика 40 семей у меня тут стоял в принципе по взятку было очень очень хорошо там у нас федеральная дорога вдалеке проходит ну город я думаю что видно вот это сарай который принадлежит общество пчеловодов тут хранятся всякие оборудование тут сделано поляна с медоносами разными которые увидите даже не косят потому что чего должны собирать до поздно осени и нектар как бы в германии в европе час есть такой проект который заключается на сохранение диких пчел потому что с каждым годом как бы все распахиваться травится и естественных культур становится меньше и погибает только очень много каскать естественных опылителей там мы видим называется биннг отель это как бы отель для диких пчел там живут разные виды пчел я даже не знаю как назвать всех мы видим таблички давайте пройдем по с вами самому интересно сейчас нога тут так летом тропинка натоптана тут в общем каскать это тут по-русски говоря пропаганда написано им кера это как бы пасека и вкратце написано что люди делали вот с врезок даже видно с египетских надписи всякие вот никто это ничего не ворует хотя воровство пчелосемей присутствует германии конкретно расскажу попозже чуть-чуть вот видим что натоптана была топиночка вот тут продукты которые производит пчелосемья замечу не колония пчелосемья по-немецки звучит это бинненфорк что переводится на русский пчелонарод естественно это неправильный период поэтому пчелосемья есть пчелосемья не какая-то там колонии кто там возомнился алик саксом или еще кем-то я считаю что это неправильно в русском языке нету слова пчелоколония есть слово пчелосемья вот конкретно отель сделано что-то мне кажется плохо обжиты тут вот с глины забиты такой отельчик тут вот состав меда написано что у нас в меди содержится и что такое мед вот сам общество пчеловодов этот домик потом я расскажу про него подробно это моя собака с орловской области бина на рукунды кляйны гроз и это про то кто как в семье кто живет и сколько численность вот одной афиши нету или что-то там билен ляйстунг это что пчелы ляйстунг как работоспособность что они делают польза как можно если там досконально дальше почитать легкий морозец ночью билла у нас 9 градусов а вот состав пчелы тут видно кёниген дрон арбайт бинен написано 1 больше одно большое чудо и мали одно большое маленькое чудо природы даже не знаю как это перевести вот в общем то вот сама и жгушка на курить ножка была построена председателем общества он сейчас уже не писать ушел на пенсию по состоянию здоровья как бы это выборная должность он пас добился у штата то есть у города разрешение на строительство потому что в лесах последнее время запрещено строить и в общем то вот он построил этот домик которым собираются каждый последний вторник месяца можно поговорить над понасущные темы выпить пивка и в общем то воспользоваться оборудование которое есть внутри очень даже так все прилично сделан вот тут реклама маленькие из газеты что было сделано в обществе в общество может вступить каждый желающий кому есть для этого интерес мы видим с вами пчелы стоят дальше два года назад была украдена одна семья отсюда сломали забор и украли одну семью с новым ульям вот видите да пчелосеми туалет стоит или что я не знаю но в принципе территория то так можно сказать большая у него вот у кого нету места под пасек он может также поставить свои пару ульев тут естественно не 20 не 30 не 40 вот а что-то как-то и использовать оборудование общества пчеловодов так как свое оборудование для начинающих чего докупить очень очень сложно так как у любого человека есть злая жена которая ему будет говорить что это дорого это мое чисто мнение вот не каждому повезло женой которая готова потратить деньги на хобби мужа а вот сейчас вот с этой точки мы снимем дальше как бы получится тут повыше вот мы видим появляется город это крестьянский дом там снизу тоже был крестьянский дом типа хутора если так можно сказать вот у этого фермера коровы и занимается он лесом нужно это много-много сложно поленец дров и он занимается торговлей но что сказать город корбах является районным центром вот заградо образующее предприятие у нас континенталь более 3000 рабочих мест не считая рабочих сляй фирм и не считая фирм которые вообще в принципе обслуживают завод сам потому что это и строительные фирмы это электрики это и сантехники это этапители и прочее 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 второе большое предприятие то вайдеман который производит трактора вот ну и в принципе есть у нас счет другие маленькие фирмы вся германия то большая большая фабрика где кто-то производит вот тут вот мой дом так что общество пчелодов у меня очень-очень рядом вот и вот в принципе появляется наши легендарные горы ветряки которые вырабатывают свет вдалеке то у меня пасека стоит ее там у меня пасека стоит и это в принципе весь город такой небольшой вот что касается погоды тут выше намного чем в городе и тут может быть зима в городе лето так и как касается от тех гор которые напротив я стоял на той горе и там постоянно был снег зимой в городе не было снега была постоянно трава вот в той стороне находится север тут находится у нас восток и за направление кассель как бы получается горы уходят вниз и погода у нас это разница в погоде недели две там постоянно теплее вот что касается запада у нас туда идут дальше горы земледелие там очень плохо развито в основном скотоводство и дерево обработка или каскаде промышленность лесная это елочки на новый год деревообработка переработка древесины и прочее там намного холоде чем у нас если допустим взять у меня 5 градусов то той стороне это винтерберг виллинген мэдебах это примерно у них будет минус 16 это же время когда у меня минус 5 виллинген там проводятся прыжки с трамплина чемпионаты мира винтерберг это катания на боби чемпионаты мира и винтерберг это как бы место отдыха любимая голландцев и немцев вот как бы туризм такой путешествие по горам ходить или как по природе но вот в принципе все что я хотел сказать как бы край у меня не такой теплый как другие уголки германии которые я знаю и у нас очень то так плохо бывает особенно весной возвратные холода вот особенно последние два года как-то не очень у нас все это происходит вот в принципе что я хотел сказать и рассказать про свою местность и про свой город